В средние века крысы были настоящим стихийным бедствием. Их отлучали от церкви и даже насылали на них проклятия. Но крыс не берёт ни мороз, ни радиация, ни время. В 21 веке люди и крысы по-прежнему соседствуют. И если крысе от такого соседства одни плюсы, то человек однозначно всегда в проигрыше. Известие о том, что они теперь с крысами, разнеслось по дому 2А на промышленной мгновенно. И настроения жителей понятны. Даже сон с участием крысы человеку не сулит ничего хорошего. Крысы разносят разные болезни. Животные – это не только умные, но и прожорливые и плодовитые. А видели их многие жильцы. Гуляя вечером с сыном, мы увидели такую картину. Из травы вышла крыса большая. И не испугавшись никого, спокойно побегала по территории детской площадки и вернулась обратно в траву. Сначала показала носик из-под этого бетонной плиты. Потом так это посмотрела, посмотрела, что никого нет. Вышла и спокойно пошла к следующему подъезду. Все цветочки она прошла. И также под плиту зашла и ушла в подвал. Вчера я наблюдала от одного подъезда до второго. Идет такая огромная крыса. Вот хоть как воротник ее накладывай. Шикарный воротник будет. Размер крысы вот практически с нашу лейлочку. Женщины увидели, позвонили. Первая заявка 29 июля. Но никаких мер пока на данный момент не принято. Вторая заявка 9 августа. Опять сегодня уже 11, 10. Опять никто к нам не приходил. Я увидела первое, ну где-то полмесяца тому назад. Сразу вот Екатерина Ивановна обратилась, говорю, вот так и так. И стали бить тревогу. Вот, ну не знаю. Вчера, буквально вчера, это было где-то в 9 часов, стаями выходит. Мы их аж угонем, они убегут. И через 10 минут сидим, по новой они выскакивают. И маленькие, и большие, всякие. Вы испугались? Ну как мы? Вон на ту высокую скамейку сели, ноги подняли и сидим. Думаем, заскочит к нам. Конечно, испугались. А как? И вчера мы сидим, а тут нету этой женщины сегодня. Как закричали все, как закричали. Раньше Софья Юрьевна никогда не видела крыс у своего дома. А живет она по промышленной 2А уже 35 лет. Вообще в этом доме много старожилов и новых жильцов. Но то, что крысы развелись у них не случайно, констатируют все. От жильцов тоже зависит многое. Прежде чем играть, мусор подбираешь, и отходы, и бутылки кидают, и из окон видят. Иной раз чуть не на голову. Поэтому неудивительно, что крысы тут гуляют. Заставляем жильцов пользоваться мусоропроводом, которым оборудован наш дом. Но нас никто не хочет слушать. Объявление срывается, разрывается, разбрасывается. Тут же огромные пакеты с осами даже выносят. Ну, кто-то не хочет руки пачкать, кто-то говорит, что мешок не входит в отверстие мусоропровода. Ну, у каждого свои причины. Я даже конкретных людей знаю, кто мусор выносит в коробку. До техников в ЖЭКе мы не дозвонились. Зато состоялся разговор по телефону с Геннадием Рогачевым, руководителем Общества с ограниченной ответственностью ОПД. Это фирма, которая уже 14 лет проводит в том числе диротизацию жилого фонда Навуральска, в которой работают сертифицированные специалисты, из которой у УЖК Навуральска заключён договор. По словам Геннадия Викторовича, в домах с мусоропроводом профилактическую диротизацию они проводят дважды в год. И дополнительно по заявкам. Заявка с промышленной 2А поступила 9 августа. На сегодняшний день диротизация мусорокамер и подвала проведена. Яд не острого действия. Крысы, поедая приманку с ним, погибают в течение 3-4 недель. А на этот период у них меняется поведение. Крысы теряют осторожность и бдительность. Могут везде ходить и ни на что не реагировать. Так что с крысами по промышленной 2А скоро будет покончено. Видимо, на время. Потому что, по словам председателя многоквартирного дома Екатерины Окуневой, как выбрасывали жильцы мусор у подъездов, так и продолжают это делать. Ольга Бертье, Иван Махмяков. Новоуральская вещательная компания.